На вооружении у проверяющих качество ремонта дорог и объема выполненных работ рулетка, корвиметр и рейка, чтобы все промерить с точностью до сантиметра и оценить ровность дорожного полотна. На улице Гагарина полностью раньше срока была завершена укладка асфальтобетонного покрытия на участке в 4,5 километра от Московского шоссе до улицы Победы. В текущем году это один из самых протяженных объектов ремонта по дорожному нацпроекту. Высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон теперь на площади 115 тысяч квадратных метров. Кроме того, люки колодцев и решетки дождеприемников, а их тут сотни, установили на проектные отметки вровень с новым покрытием. По заверению подрядчика, вода во время дождя не будет скапливаться, разрушать обновленное покрытие и мешать проезду. Теперь за дело взялись специалисты курирующего муниципального учреждения, которые провели отбор кернов, проб свежего асфальтобетона. В лабораторных условиях их исследовали на соответствие физико-механическим свойствам. Проверяют и геометрические параметры обновленной проезжей части на соответствие нормативным документам, условиям муниципального контракта. Подрядчики осознают всю ответственность, которая лежит на их плечах по качеству выполнения работы. По гарантийным срокам это порядка пяти лет на выполнение работы. Когда работа выполнена с ненадлежащим качеством, во-первых, не будут приняты, подрядчик эти работы сделают за свой счет. И более того, они будут переделываться подрядчиками до достижения того самого необходимого результата, который установлено условием муниципальных контрактов и требования национального проекта. К работам на Гагарина каких-либо существенных замечаний не возникло ни ранее, ни сейчас. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самаре было запланировано отремонтировать 47 километров проезжей части. В настоящий момент вся работа находится в завершающей стадии. Специалисты оценивают готовность в 98-99 процентов. Общая площадь обновленной проезжей части дорог местного значения составляет около 726 тысяч квадратных метров. Средства, сэкономленные не в ущерб качеству, позволили дополнить первоначальный перечень еще несколькими объектами. Таким образом, к настоящему времени обновили еще три участка автодорог сверхпланом. В общей сложности привели в порядок уже 38 участков. Процесс контроля качества шел непрерывно. Ну, у нас контроль, процесс контроля идет постоянный. То есть, начиная от того, как подрядчик уходит на ремонт дороги, в процессе фрезерования, работы выполнялись по укладке асфальта в основном ночью, чтобы не мешать трафику движения. То есть, у нас были дежурные кураторы, мы выезжали на объект, мы отбирали смесь, мы проверяли температуру, мы проверяли, чтобы было очищено основание. Когда ремонтные работы только начинались, были опасения, что график сдвинут дожди, которые шли в июне практически ежедневно. Но рабочие выполнили все свои обязательства. Данный объект ведет ко многим социальным учреждениям, таким как школы общеобразовательные, детские сады. Поэтому я считаю, что этот объект, он очень важен в целом для нашего города. Многие родители у нас привозят воспитанников на машинах. И у нас теперь дороги безопасные, комфортные. Есть светофоры, пешеходные переходы. На данный момент завершается работа в части оснащения объектов средствами организации дорожного движения. В частности, подрядчики обновляют дорожную разметку. Так, «Зебра» появилась и на пешеходном переходе в районе СГЭО на улице Советской Армии, который также в перечне объектов обновления по нацпроекту. В преддверии начала учебного года подходам к образовательным учреждениям уделяют особое внимание. Светлана Тимофеева, Сергей Баскин. События.